Яндекс испытает беспилотный автомобиль дорогами Израиля. Транспорт 16 часов 17 минут 25 декабря. 2018 сложность 1,3 Яндекс испытает беспилотный автомобиль дорогами Израиля. Яндекс Министерство транспорта Израиля разрешило компании Яндекс испытывать беспилотный автомобиль на дорогах общего пользования. За рулем при этом будет находиться сотрудник компании, отслеживающей работу автопилота, сообщается в пресс-релизе Яндекса. Яндекс публично представил беспилотный автомобиль в мае 2017 года. Как и беспилотный автомобиль и многих других разработчиков, он построен на базе серийного автомобиля Яндекс выбрал. Toyota Price. И оснащен набором датчиков, лидарами, радарами и камерами. Обработкой данных занимаются собственные алгоритмы компании. С конца 2017 года Яндекс проводит испытательные заезды не только на закрытом полигоне в Подмосковье, но и на дорогах общего пользования. Изначально заезды проходили возле офиса компании в Москве, а затем Яндекс открыл две тестовые зоны работы беспилотного такси в Иннополисе и Сколково. В конце ноября 2018 года Яндекс уже получил первое разрешение на испытание своего беспилотника за пределами России в американском штате Невада. Компания сделала это для того, чтобы продемонстрировать свою разработку на крупнейшей выставке потребительской электроники. CS 2019. Теперь Яндекс получил уже второе разрешение на испытание в другой стране, но на этот раз для полноценных тестов. Компания получила разрешение Министерства транспорта Израиля на испытание беспилотного автомобиля на дорогах общего пользования. Испытания будут проходить в Тель-Авиве с водителем за рулем, который будет контролировать корректность работы автопилота. Компания не уточняет, получила ли она разрешение на испытание только одного автомобиля, или же машин будет несколько. Среди причин выбора Израиля в качестве страны для испытания беспилотников Яндекс называет возможность тестирования своей разработки в новых условиях, а также то, что эта страна адаптировала свое законодательство к появлению беспилотных автомобилей. Кроме того, в Израиле сосредоточен ряд разработчиков технологий для беспилотного вождения, с которыми Яндекс планирует сотрудничать. Возможно, речь идет о компании Мобили, которая, теперь уже в составе Intel, разрабатывает систему распознавания транспорта. В середине декабря Яндекс запустил в Израиле свой сервис такси, но неизвестно, будет ли компания тестировать беспилотники в нем по аналогии с осколковой Иннополисом. Недавно мы встретились с руководителями проекта беспилотного автомобиля Яндекса и узнали у них, как работает сам беспилотный автомобиль, а также сервис беспилотного такси на его основе. Григорий Копиев